добрый день друзья приглашаю вас прокатнуться на ладо 4421 31 урбан вот в такую погоду минус 10 у нас подъемка метет ветер дорога скользкая ну прокатнемся на пятидверки может кто-то стоит перед выбором какую машину покупать как она едет на какой передаче какие обороты мне нужно проехать 50 километров по этой дороге если интересно оставайся смотри в принципе попробую вам рассказать про этот автомобиль на данный момент передача 5 100 километров в час установлена резина nokian липучка rs2 по-моему так называется размер 215 давление 2 атмосферы у нас в Оренбургской области дороги как на спортивных горках вниз подъем вниз подъем сейчас мы спускаемся потом подъем 110 иду на пятой передаче автомобиль идет уверенно все ямы то есть неровности дорог проходят интереснее чем на короткой миле а почему интереснее потому что база длиннее чем пятидверка выигрывает все очень просто между задним рядом сиденьем и передним очень большое расстояние то есть на заднем ряду пассажирам удобнее сидеть мы с супругой ездили как-то в Самару она находилась сзади и вещи лежали и в принципе помещаются и все нормально большой багажник по отношению от трехдверного автомобиля сюда ехал по трассе по федеральной трассе ехать невозможно полито с этими целевыми растворами или как они там сейчас называются не знаю ехать невозможно поэтому я еду по другой дороге которая идет параллельно федеральной трассе но здесь интереснее ездить машин здесь мало ездить как видите по гололеду сто сто десять держу на пятой передаче развал схождения у меня нормальный но я так думаю делал я месяц назад смотрел потому что на покатушках когда катаешься всякие ямы и прочее но немножко не то по поводу шума автомобиля вот вы сами напишите мне в комментариях но не надо сравнивать там с перседесами для меня вот этот шум так как я езжу постоянно на этом автомобиле в принципе уже привычен так как два моста в основном звук идет от рычагов раздатки вот их придерживаешь и шума меньше так же у меня в переднем и заднем мосту стоят блокировки от производителя АВТ как видите на трассе они абсолютно не мешают ход свободный идет на этом автомобиле делал прошивку электронного блока управления но в мозги кто не смотрел вот здесь по ссылочке пройдите посмотрите человек вам полностью расскажет весь расклад про эти прошивки про бустеры кто не смотрел пожалуйста посмотрите сделайте для себя вывод расход на этом автомобиле по трассе 9,5 литра сейчас вот еду на подъем вот 90-100 км в час на пятой передаче педаль газа я не жму до пола то есть еду спокойно также я прошивал автомобиль лада гранта автомат который мы летом косу-прой купили на автомате пропала задержка в трогане как на автомате нажал она думает и едет нет сейчас все это убрано она стала более динамичной также и про этот автомобиль ветер боковой средняя скорость вот я только говорю 100-110 что еще про этот автомобиль рассказать давайте по поводу двигателя пообщаемся как-то в одном видео я сказал что маловато двигателя и да и нет вот есть 1.7 8.3 лошадиных сил по трассе как можете видеть это конечно не гоночный болид но в пределах 100-120 автомобиль идет без напряга сейчас езжу на 92-ом бензине было бы лето можно было конечно побыстрее поехать но опять же побыстрее ехать педаль газа нажимаем сильнее бензин быстрее сгорает расход увеличивается сейчас мы идем в экономном режиме как я подговорил что педаль газа в принципе я почти не трогаю то есть процентов на 10 наверное нажат на покатушках этот двигатель тоже вас вывозит катался по мокрому снегу по глубокому снегу на повышенной конечно он не поедет для этого существует на этих автомобильных пониженный ряд передач которые и вывозят ваш автомобиль даже на тех колесах которые у меня 215-ые хотя по заводу должно стоять 185-ая резина сейчас сопротивление конечно больше пяток контакта больше и крутить ему сложнее с заводской резиной 185-ой ей удобнее и легче прокручивается хотя с этим двигателем и с этой коробкой и с понижением передать люди ставят и большие колеса и так же она их вывозит и едет спокойно и нормально поэтому все сбалансировано на этом автомобиле так же как и на Chevy Travel и на Chevy и на любом другом автомобиле да здесь это инжекторный двигатель вот ему вполне хватает многие всегда говорят вот почему двигатель не меняют вот почему то не делают если сюда поставить более мощнее двигатель то нужно менять всю трансмиссию если менять трансмиссию этот автомобиль будет стоить полторы полтора миллиона рублей на Нивах в основном ездят помимо любителей в основном люди живут в населенных полтах где нету дорог нормально Нивы можно купить и за 80 тысяч рублей и за 100 и за 200 по состоянию в основном такие Нивы ездят люди покупают нарабатывают и ездят спокойно если все это усиливать завод будет то не каждый купит эту Ниву и не сможет купить Ниву четвертая передача поэтому думайте прежде чем писать про эти двигатели про трансмиссии я помимо самоблоков передний задний мост который выручает на бездорожье очень хорошо и вам рекомендую и вы можете заказать эти самоблоки ну вообще продукцию АВТ со скидкой по моему промокоду 007 вся информация будет в описании смотрите переходите вот помимо блокировок третья передача 74 передача помимо блокировок я поставил себе полуоси задние усиленные которые также приобрел ВОВТ преимущество этих полуосей по составу металла пятая передача 100 их не так будет рвать почему полуоси рвутся когда вы ставите здоровые колеса четвертая передача кто не выдерживает металл ломает или когда вы по бездорожью едете прыгаете на газу колеса падают двигатель то есть сопротивление между колесом которое остановилось и двигатель который крутит он их обрывает с самоблоками немножко другая ситуация не как в свободном дифференциале он это спасает от силуэтова поэтому я потихоньку тоже модернизирую свою Ниву по своим возможностям 105 передач стараюсь как-то улучшить что-то сделать с автомобилем каждый делает по своим возможностям так ну что у нас еще раз сказать по салону салон просторный многие пишут что холодно нет и правда не холодно в пятидверхе тут стоит новая печка автомобиль с кондиционером мотор находится под бардачком вот в принципе нормально по трассе как видите едет уверенно стабильно все хватает так по поводу реактивных тяг я поменял сзади реактивные тяги кто не знает что с моим автомобилем случилось опять же ссылочка пройдите посмотрите как у меня рвало кардан из-за одной заводской тяги за 20 тысяч реактивные тяги превратились говно резина я имею ввиду поставил новые реактивные тяги заднюю часть автомобиля я сейчас не слышу все мягко стуки все перестали такие вот дела по крышке багажника раньше дребезжало хотел поставить бесшумные замки купить 1200 рублей потом эти резинки которые стоят увеличил чтобы плотнее закрывалось стал солидоном мазать почаще вроде перестало или я привык не знаю по поводу света головного я себе поставил бампер от новой не урбан где установлены противотуманки бампер 3000 противотуманки 3000 но в среднем 5000 рублей и заказывал два раза с алиэкспресс светодиодные лампы первый раз заказал светодиодные лампы через год одна сгорела ну и буквально недавно вот заказал себе также с алиэкспресс другие лампы вроде там световая граница есть буквально через месяц лампочка начала моргать потом дальний потом ближний свет короче советую вам не устанавливать все лампы установил заводские лампочки родные и то что и то что стоят противотуманки свет очень сильно рассеивает вот впереди меня идет камаз как видите уверенно обгоняю еще плюс этого автомобиля то что вы сидите выше чем на легковом автомобиле как ты себя чувствуешь здесь более безопаснее повыше поувереннее наверное чем на легковом автомобиле вот такие вот дела по расходу сказал что по трассе 9,5 в среднем у меня расход около 11 литров езжу на 92 бензине подогрев сиденьев на этом автомобиле хороший то есть переднее сиденье с подогрева у меня боковые стекла стоит то есть можно с кнопки открыть закрыть гидроусилитель руля установлен вот почти 120 километров в час мы с вами едем автомобиль не болтает для города и вообще для трассы за цену вот 700 тысяч ну я примерно округлил примерно я брал за 600 на данный момент где-то 700 700 с чем-то стоит идеальный вариант никакой автомобиль вы не сможете купить за 700 тысяч с полным постоянным приводом снижаем четвертая передача идем на обгон вот лежит лед еду на липучки пятая передача поехали по поводу езды вроде я мысли закончил или не закончил что-то я уже забыл с этим обгоном по поводу езды на полном приводе как говорится на заднем приводе на поворот снижаешь скорость на переднем приводе газ на тяг держишь на полном приводе кто его знает ну как я понял всегда по разному ситуацию в занос когда пускаешь машину вроде газ вверх чтобы его вытягивал иногда получается иногда не получается поэтому нужна практика практика и никто точно не скажет как нужно на этом полном приводе ездить только я смотрел тоже видео все по-разному говорят хотел съехать с трассы но может быть сейчас найду какую-то дорогу на какой-нибудь подъемчик подняться а так вот пожалуйста Оренбургские степи степной город Оренбург степи 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 постоянные такие степи так вот мы здесь и живем ну согласитесь автомобиль идет уверенно нагружен автомобиль ну если людей посадить еще интереснее едет я даже думал в багажник положить мешок с песком килограмм пятьдесят потому что иногда тут двигатель нагрузка зацеп хороший а сзади получается легкий и ну так тормоза АБС смотрите дамлю в пол видите АБС АБС выравнивает автомобиль все нормалек так нам налево сейчас выехали на Черноречье ну кто знает Оренбург Оренбург область вибрации да установил я новый кардан тоже если кому интересно вот посмотрите ссылочка здесь такая выскочит установил новый задний кардан серп и молот тоже ребята там рассказывают про выбор различных фирм и производителей посмотрите интересно человек рассказывает установил вибрации никакой нету еду еду спокойно все нормально думал занизить пары при повторах но пока не знаю может быть к этому приду может быть нет пока мне это не нужно и на покатушках за счет понижайки он едет нормально может быть что-то в жизни изменится может быть и сделаю может быть и нет пока это мой повседневный автомобиль на нем я езжу постоянно еще одну тему хотел затронуть когда в ночное время едешь тут темно освещения нету перебегают дикие животные очень много случаев таких и хочу чтобы вы написали в комментариях кто знает если вы едете ночное время перебегает дикие животные и вы его сбиваете кто прав кто виноват вопрос насколько я знаю если вы вызовете полицию ГАИ то помимо того что вы будете восстанавливать свой автомобиль самостоятельно еще вы заплатите штраф я точно не знаю но поскольку слышал и сколько люди рассказывали мне что такая ситуация есть в основном место ДТП люди скрывают тушу убирают или забирают и восстанавливают вот это точно не знаю напишите напишите нам сейчас город Оренбург сейчас выезжаем на федеральную трассу и посмотрим как по федеральной трассе будет ехать наш автомобиль это трасса Самары Оренбург идет поехали уже на федеральную пляга стоит стекло сейчас будет все грязное сюда ехал вообще ночь было и хреново было видно все забрызгивает камеру очень много у нас установлено так что у нас тут обгонять можно поехать как видите автомобиль обгоняет вполне вполне хорошо на подъем даже на четвертой передаче все прекрасно едет пятая передача вот еще у нас многих частников стоят которые треноги вроде как я знаю запретили их вроде но все равно у нас машина стоит вон она опять же вот смотрите тренога он стоит около столба автомобиля треноги и почти везде не помню вроде и распоряжение было что это все незаконно убрать почему оно так и есть тоже не знаю но все едем по федеральной трассе всякого рода автомобили хонда нам мешают почему они нам мешают я не знаю вот на пятой передаче пожалуйста 110 набирает легко никто говорит что не хватает вам двигателей по трассе вот я вам как я говорил 110 120 оптимальный сбор для этого автомобиля я когда с Нольят сигнал этот автомобиль новый покупал я на нем 130 140 шел наверное буду заканчивать этот ролик получился спонтанно просто мне пришлось ездить на работу какие мысли были я вам с вами поделился вы мне напишите что я упустил что нужно рассказать еще возможно подписывайтесь на мой канал его 0 0 7 оренбург смотрите меня на яндекс эфир инстаграм вк между прочим там у меня больше видео есть короткие видео есть вот на на youtube канал не все видео выкладывают поэтому переходите туда смотрите все мы на овенбург овенбург кольцо и мы домой давайте мира всем давайте жить дружно помогать другу все пока пока ребята кто-то говорил в кольцо когда заходишь самоблоки блокируются вот 70 километров в час автомобиль рулится все нормально все до встречи до встречи